Нарушения в Генеральной прокуратуре. Счетная палата установила, что в период с 2018 по 2022 годы учреждение не учитывало положение законодательства при составлении бюджета, а десятки миллионов леев были потрачены на приобретение лицензий, которые даже не были установлены. В свою очередь, временно исполняющий обязанности генпрокурора заявляет, что знает об этих нарушениях и что проводится внутреннее расследование. Счетная палата рассмотрела финансовую отчетность генпрокуратуры за 2018 и 2022 годы. За все это время учреждение получило ассигнование из госбюджета на общую сумму 1 миллиард 800 тысяч леев, а расходы составили 1 миллиард 700 тысяч леев. По мнению аудиторов, деньги были потрачены не так, как того требует закон. Например, в 2018 году при вручении премии был превышен установленный лимит в 5%. Нарушением также считается тот факт, что за пять лет у сотрудников генпрокуратуры накопилось около 59 тысяч неиспользованных дней отпуска и компенсации за них, а это более 53 миллионов леев. Аудиторская группа обращает внимание на то, что показатели эффективности финансирования прокуратуры не имеют значения и не дают видение деятельности учреждения. Более того, эти показатели повторяются с года в год в одних и тех же значениях. Аудиторы счетной палаты также выявили элементы мошенничества при покупке серверов и лицензионных электронных программ. Они стоили почти на 2 миллиона больше первоначальной цены и даже не были установлены. По мнению аудиторов, генеральная прокуратура выкупила соответствующие лицензии без подтверждающих документов, нанеся ущерб государству на десятки миллионов леев. Временно исполняющий обязанности генпрокурора Ион Мунтиану говорит, что с этими нарушениями он взял на себя управление учреждением, а тем временем начато внутреннее расследование. Если говорить непосредственно о лицензионном деле, то оно доставило мне много головной боли с октября прошлого года, когда я вступил в должность. Тогда мы увидели, что система не соответствует расходам. Возникло обоснованное подозрение, в результате чего выявили нарушение в отчете счетной палаты и было возбуждено уголовное дело. На данный момент это уголовное дело находится в ведении антикоррупционной прокуратуры. Проверка также выявила нарушения в ремонтных работах. Некоторые из них проводились без проектной документации и юридически подтвержденных СМИ. По данным счетной палаты, между генпрокуратурой и подрядчиками возникли недопонимания относительно объема и качества выполненных работ, и несколько строительных компаний подали в суд на прокуратуру. Кроме того, у юридического учреждения нет четкого учета расходов на топливо, а данные о расходе некоторых транспортных средств преувеличены.